Вопросы строительства социальных объектов, ремонт дорог и формирование комфортной городской среды в столице Кубани обсудили на совещании вице-губернатор региона Андрей Алексеенко и глава Краснодара Евгений Первышев. Краснодар увеличивает количество возводимых школ и детских садов по федеральной программе «Жилище». Уже идут необходимые конкурсные процедуры и с начала осени в Краевом центре начнут строить 8 образовательных учреждений. Огромный плюс считаю, что нам удалось расширить этот список. И потребность городская сегодня в школьных местах, дошкольных местах говорит, что если у нас все получается, в этом году мы уже начинаем строительство 8 социальных объектов, то в плановом периоде 2018-2019 года мы значительно снизим потребность в школьных и дошкольных местах. Это как раз пойдет на пользу муниципалитету в части реализации сокращения количества смен, которые у нас присутствуют на многих наших школах и садиках. Ну и безусловно отразится в целом на социальном ситуации в городе Краснодаре. Школа на полторы тысячи мест появится в Восточно-Кругляковском микрорайоне. Еще две школы по 1100 мест, каждая на улице Марины Цветаевой и Красных партизан. 400 ребят займут свои места за партами 23-й гимназии. Такой же корпус пристроят и к 81-й школе. Три детских сада будут принимать детишек в поселках Плодородный и Индустриальный и на улице Красных партизан. Ввести их в эксплуатацию планируется в течение ближайших двух лет. Андрей Алексеенко напомнил, что строительство соцобъектов – одно из приоритетных направлений. Это поручения губернатора, в первую очередь, которые должны быть реализованы в соответствующие поставленные сроки. Поэтому город Краснодар на сегодняшний день находится в графике. По каким-то объектам они, конечно, отстают. Но, как заверил мэр города, что они закончат срок и подтянутся по отставанию. Также обсудили проводимый в Краснодаре ремонт дорог по федеральной программе развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги Минтранс-АРФ». Работы по ремонту уличной дорожной сети по программе Краснодарской агломерации на 2017 год вступили в активную фазу. По качеству работ своевременно контролирует лаборатория и служба заказчика. Претензии, если в процессе появляются, то в процессе подрядной организации их устраняется. Последний вопрос в повестке – реализация программы формирования комфортной городской среды. По ней в Краснодаре будут благоустроены пять общественных территорий. Скверы Вишняковский и Молодежный, бульвар Дальний, площадь перед кинотеатром Болгария, территория перед Первомайским судом и дворцом прокосочетаний Екатерининский, а также восемь крупных жилых массивов в различных частях города. Как было озвучено на совещании, экспертиза завершается, все работы на объектах стартуют уже этой осенью, а финишируют в конце 2017 года.